Сейчас рассмотрим 4 слайда, поговорим про психотерапию эмоциональных травм с помощью движения глаз Шапира. Она доктор, заболела онкологией и, как я понимаю, разработала свой метод помощи, и психологи, врачи могут использовать этот способ. Сейчас открою следующий слайд, но в этом слайде еще хотела сказать про экзистенциальную телесно-ориентированную психотерапию по Джозефу Изеттел. Тут больше мы рассматривали, акцент идет на физиологии, рефлексе. У Ингла телесная терапия больше направлена на образы, эмоции, но можем эти техники совмещать. И, конечно, важно, чтобы человек в кабинете у психолога на уровне рефлекса тела давал адаптивные ответы, ну и тогда в жизни он сможет это делать. То есть, как я понимаю, сегодня телесная терапия впереди более быстро и эффективно. Мы можем человеку помочь, рада вашим размышлениям. В интернете есть книги, поизучайте, поизучайте, плюс я дала ссылку на книгу «Психотерапия эмоциональных травм с помощью движения глаз». Будет возможность, поизучайте, ну, кто захочет углубиться в эту тему. Также есть разные краткосрочные курсы, кого потянет. Ну, можно более глубже изучить этот метод, если вы его возьмете в свою работу. Сегодня просто так в общих чертах знакомимся. В Институте Ематон есть специальные семинары. Также в интернете есть книги. То есть, возможности есть любым способом познакомиться более глубже с этим методом. Я в общих чертах знаю, редко пока применяю. Сейчас, ну, для себя больше там плаваю, движение, как спортом, даже дома стала заниматься, чтобы энергия по телу циркулировала. Вот, ходила на вокал два с половиной месяца. Ну, сейчас тоже дома немножко пою. Как для удовольствия. Вот перед этим мастер-классом тоже сейчас слушаю песню Александра Шевченко «Белым по белому». Вот, потом разучиваю вторую песню. Ну, тоже Александр Шевченко «Все будет так, как захочешь ты». Интересная песня, еще пока не выучила. Ну, подпеваю дома, когда посуду мою, там, убираюсь или перед мастер-классом. То есть, как смотрим сами для себя, для клиентов, какие техники мы сами для себя используем, кого куда тянет. То есть, я вот сейчас плаваю. Кого-то, может быть, не тянет в плаванье. Также и вот к этой технике. Ну, как я понимаю, мы почувствуем, если вот зацепит, значит, надо глубже изучить эту методику. Можно сначала по книгам, по видео из интернету, по этому семинару, а со временем можно и более глубокое обучение пройти. Но это по желанию. Вот такая схема. Видите сейчас значки. Вот сейчас открою предыдущий слайд. То есть, нет, сейчас следующий слайд. В этом методе мы используем движение глаза для переработки информации. Шапира, она, как, вот берем фазу быстрого сна. При фазе быстрого сна мы перерабатываем информацию. И информация из актуальной, ассоциированной, переключается в долговременную память. И там нет эмоционального окрашивания. И в фазе быстрого сна у нас веки быстро двигаются. И Шапира предложила, почему бы нам специально не использовать такие движения глаз для переработки информации. Берем какой-либо предмет в руки, либо два пальца берем. И основные движения влево-вправо, по амплитуде широко влево-вправо, вверх-вниз по диагонали, как на слайде. И в другую сторону, вверх-вниз и просим человека, чтобы он за нами повторял глазами, смотрел за нашими пальчиками. Дополнительные есть движения, символ бесконечности, круг и вот так вот можем. То есть амплитудой вот так широко человек становится напротив нас и за нашими пальчиками у человека двигаются глаза. Вот в слайдах есть на картинке, вот слева конструкции ВД, вот на схеме ВД зелененьким, внутренний диалог, то, что человек внутри проговаривает. Вот К, смотрите вправо, К зелененьким, кинестетика, телесные ощущения, движения, запахи. И человек же напротив нас, поэтому в левой руке у него левое полушарие, конструирование, придумывание. В правое полушарие воспоминания, припоминания, то есть образы, ощущения, что было, что чувствовал. И мы смотрим на глаза и со временем мы можем понимать, где заблокировано движение в травматичном событии. То есть этот метод подходит при остром стрессе, острой травме. Также какой-то актуальный запрос клиента. И вот смотрим, где движения глаз, как не двигаются. То есть где блок мы можем увидеть. И можем также со временем научиться понимать, где человек что-то вспоминает или придумывает. То есть вот слева красным вверху конструирование, то есть тут мы что-то придумываем, представляем. И справа вверху красненьким воспоминание, это правое полушарие. Вот, ну короткие тезисы по этой технике. Основные движения я показала коротко, быстро. То есть, сейчас противопоказания в этой методике глазодвигательной сенсибилизации. Ну, для наступления эмоционального равновесия. Основные противопоказания в этой методике это острые черепно-мозговые травмы и сердечно-сосудистые заболевания. И если клиенту становится плохо, останавливаемся. И дальше любая релаксация. Те методы, которые знаем. Мне нравится техника палсинг, холистический массаж, элементы можем применять, у вас это есть. Также телесная техника, аксесс барс, аксесс фейслифт. То есть любые техники, которые знаем. В общем, любая релаксация. И можно сначала релаксацию, а потом эту технику применяем. И можем взять что-то в руки и вводить. Или просто два пальца берем и просим клиента двигать глазами за нашими пальчиками. Всего 24 круга серий. Но смотрим, когда человеку достаточно. И человек завершает... То есть вот эта травматичная ситуация, там уходит эмоциональный заряд. Это перерабатывается и отправляется в долговременную память. Человек в эмоциональном равновесии уходит от нас и идет в жизнь уже эмоционально устойчив. Вот. Рада вашим вопросам, размышлениям.